Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Beet 2014 года выпуска. Двигатель 1.4 DSG, передний привод. Пробег на автомобиле 49,5 тысяч километров. На ходу загорелась ошибка и потеря мощности. Номер ошибки проверили, заехали в первый же автосервис 0236. Ошибка эта обозначает датчик надува воздуха, неисправность. Ко мне позвонили, сможешь, я говорю, ну, визуально гляну, сталкиваться, еще не сталкиваться, ну, посмотреть можно. Открыл капот, завел и сразу стало все ясно. Сейчас заведу двигатель и немножко погазую. Субтитры делал DimaTorzok Слышно, как шипит воздух. Давай смотреть, осматривать его видео на коллекторе. Сейчас, если камера поймает, вон отверстие вырвало датчик надува вместе с креплением, с фланцем. И вот он, датчик, лежит на ремне приводном. Я боюсь, что датчик просто сточило. Надо снимать патрубок, снимать датчик и смотреть, если можно будет приклеить кронштейн, приклеить его. Если датчик целый остался, просто прикрутим просто прикрутим его на место и будет ездить она дальше. Если не получится, хотя, что не получится, пластик, я думаю, получится. Снимаю патрубок, добираюсь до него, снимаю датчик, смотрю, если целый, оставляю, если сломанный, заказываю новый и устанавливаю. В принципе, я пока не вижу. Тут, как такового, сверху снимать вроде бы ничего и не надо. Раскручу патрубок с дросселя и снизу крепление пластикового патрубка, где он уходит на интеркулер. Тоже раскручу. Надо поднимать, снимать защиту. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот патрубок, который надо снять. Отцепляю его. Здесь быстро съем. Откручиваю сбоку. Торкс Т-30. И откручиваю. Вот здесь сбоку тоже Торкс Т-30. Торкс Т-30. Торкс Т-30. Так, этот я тоже открутил. Теперь получается одно крепление сверху и патрубок сверху. Опускаю. Сверху вот здесь подсветил маленько. Откручиваю хомут. Головка на 7. Наслабляю. Потом патрубок выдерну из него. И откручиваю вот этот болт, винт TORX T30. Гибкий удлинитель возьму. Патрубок здесь можно отодвинуть. Гибкий удлинитель возьмите. Добавляю. Субтитры сделал DimaTorzok Все, болт, винт выкрутил Сдергиваю патрубок Здесь еще на хомуте вот этот патрубок защелкнут Хомут отщелкиваю Просто пластиковая защетка И сталкиваю его Все, сдернул Теперь надо его просто снизу потихонечку покрутить И вывести Поднимаю автомобиль Вот и все Ну а датчик надо сверху снимать Опускаю автомобиль Датчик ремнем попилила, конечно А, это не датчик попилила Датчик целый Это попилила площадку, которая приклеена была на коллекторе Так Отщелкиваю И снимаю датчик Вот он, датчик, он прикручен И его выломало Сам датчик целый Что не может не радовать В принципе, отделался легким испугом Патрубок Вот датчик И как он был приклеен Остается только смотреть по программе Чтобы его приклеить и потом подключить Иду, смотрю Обезжириваю И припириваю Это такое качество исполнения Автомобиля пробег небольшой ДТП не было И ремонтов с этой стороны не было На резинке сидит Нашел положение, в котором стоял датчик До себя маркером пометил Если взять вот по плоскости Он немножко Ну практически ровно Сейчас снимаю его Все это Обезжириваю Обезжириваю здесь Продую И на эбоксидку посажу Обезжириваю Обезжиривателем Калоши Смачиваю Хорошо Спешить не буду Дам Застыть А уже Вечером Или может быть даже завтра Буду Собирать Ну все Вот это я хорошо Обезжирил Вечером Над дверным Продолжение следует Вечером На И Наши Уф Но Продолжение следует Алм Guan Зд Warren Бл Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, что даже не надо будет покупать, это будет работать. Чая ему не хватило, без понятия. Ну все, пусть сохнет. Обычная эпоксидная смола. Двухкомпонентная. Затвердитель и сама смола. Карабок. Карабок. А я думаю, хватит. Ну, что я думаю я думаю хватит. Ну, ну, этого хватит. Размешиваем до однородного состояния. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Поставил по меткам... Везде клей выступил... Сейчас притяну изолентой... Продолжение следует... Пусть застывает... Лежит... Прошло 9 часов... Вечер... Сейчас раскручу... Посмотрю... В принципе... Должно держаться нормально... Ну не знаю... Я его не видел... И никуда она не денется... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливаю... Поднял... И завожу... Потихонечку... Вместе с датчиком... При этом... Чтобы датчик не обломать... Али... – СТУК В ДВЕРЬ 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 Опускаю автомобиль. Только защёлкнул снизу, наживлять пока не стал. Мне отсюда надо подлезть, одеть разъём сразу на датчик, потому что потом я просто до него не долезу. Всё, разъём защёлкнул. Хомут одел, завожу на место и сразу завожу на место в шланг, который я снимал охлаждение. Также вот я снимал разъём с АБС. Хорошо, что я его снимал, мне всё равно, даже снизу, когда заводил, удобнее было завести без него. Всё, его разъём одел. Так, и одеваю патрубок верхний. Радует, патрубок мягенький. Оделся относительно легко. Всё. А вот теперь можно закручивать хомут и прикручивать верхнее крепление. Оставлено на родное место, где стоял. Проверяю. Перепроверяю. Наживаю верхний винт. Винт наживил, но пока не подтягиваю. Сейчас поднимаю снизу. Сразу затяну снизу. Так, и тут винт. Наживил. И вот этот винт. Тоже наживил. Хорошо, что вверху не подтягивал. Есть возможность подвигать и без проблем наживить. Наживаю. Так, и подтяну. Удобно в шляпку попасть не могу. О, попал. Так, нижний подтянул. Так, разъём у меня защёлкнулся. Стопор на месте. В принципе, здесь всё. Ставлю защиту и опускаю автомобиль. Ну и заключительный штрих сверху это верхний винт прикрутить. Сейчас подцеплю компьютер. Запускать пока не буду. Проверю ошибку. Я её ещё не стирал. Стирать не буду. Запущу двигатель. И посмотрю. Чек пропадёт сам. От того, что я установил датчик на место. Включаю компьютер. Так, включил компьютер. Бит второй. С двенадцатого года. Это бензин. Так, ЦБЗБ это. Это один и два. Так. ЦНВ. ЦАВД. ЦТХ. Да, вот этот двигатель. Так, включаю зажигание. Зажигание включено. Ругается. Так, зажигание включен. Ругается. Так, зажигание включен. здесь установлена 0 2 36 2 0 для контроль давления турбокомпрессора датчик положения диапазон я его не трогаю я его не трогаю запускаю автом двигатель чек светится но чек сам не гаснет просто поработать маленько я думаю что он все равно сам должен погаснуть если ошибки таковой нету так ну-ка заглушу и завожу заново не фокус не удался глушу включаю зажигание выхожу обратно делаю заново подключение подождите ошибка все тоже удаляю ее удалил нет кодов ошибок выхожу и запускаю двигатель чек потух удалил ошибку и педаль стала более активной даже исправив датчик поставив его на место при наличии зажженной ошибки автомобиль был еще не адекватен а после того как удалил ошибку он стал более приемлемый на этом я датчик на место установил ну вот дал ему еще поработать маленько ошибка не повторяется не вылазит работает отлично на приеме на этом все патрубок я установил датчик у нас не повредила вот такая бывает нелепая ошибка вообще непонятно почему развалился патрубок всего вам доброго ну вот